По заявлению Ассоциации туроператоров России, с середины апреля по май уже забронированным примерно на 32 миллиона рублей туром должны были отправиться отдыхать в Турцию больше полумиллиона россиян. Что касается того, как отреагировали здесь в Турции на эту ситуацию, естественно, однозначно, вся тревел-индустрия очень сильно расстроена, потому что все рассчитывали на этот сезон. Туристы бронировали очень дальнюю глубину продаж, то есть вплоть до октября-ноября месяцы были распроданы отели и сейчас для всех это большой шок и большое огорчение. Надо отметить, приостановлена только чартерная перевозка, регулярные рейсы будут продолжать летать по определенному расписанию. Туроператорами будет предложено определенные условия перебронирования дат туров, которые не смогут состояться сейчас в период до 1 июня и, соответственно, туристы смогут перебронировать эти туры на новые даты, предложенные оператором без изменения параметров путешествия, либо перенести свои денежные средства на любые другие открытые направления, в том числе и на Россию. Что же касается тех туристов, кто сейчас находится на территории Турции, в том числе и меня, наш рейс состоится по своему расписанию, он будет после 15 апреля и никаких дополнительных вывозных рейсов туристов не будет. Тем туристам, кто запланировал вылет на даты после 1 июня, турагенты сейчас рекомендуют успокоиться, расслабиться и ожидать своих дат. Все надеются, что ситуация к тому времени нормализуется. Я сейчас нахожусь здесь, в Турции, в рабочей командировке, посещаю большое количество отелей и могу однозначно сказать, что меры безопасности здесь предприняты максимально на высоком уровне, везде обязательный масочный режим и, конечно, отели были на полную мощность, готовы к тому, чтобы принять туристов в этом сезоне. Мы с коллегами из тревел-индустрии желаем вам яркого лета, желаем, чтобы все границы были открыты и границы с Турцией в том числе. На срок до 1 июня авиасообщение с Россией прекратила и Танзания, единственная страна, при прибытии в которую во все время пандемии не требовалось давать никаких анализов.